Всем привет, друзья! На связи GrimOptimist. Сегодня мы с вами играем в Survarium, и многие просили показать ланкастера, потому что оружие это, как, наверное, многие знают, кто не знает, сейчас узнает. Оружие это нельзя купить в магазине, оно может выпасть только вам в качестве бонуса после боя, да. Двуствольное ружье, стреляющее жеканами только, то есть дроби его зарядить нельзя. По сути, кемперское оружие, то есть оно очень часто ваншотит. Ну, играть с ним надо, конечно же, на третьем уровне, потому что, сами понимаете, два патрона, если играть там на пятом, то, ну, это сложно, то есть это будет очень сложно, и я вам этого делать не рекомендую. То есть это оружие чисто для третьего уровня, ну, максимум для четвертого уровня боев, выше с ним лезть не надо. Учитывая, что перезарядка очень долгая, я решил все-таки взять вторым пистолетом Кольт Питон, пистолетом, вторым оружием Кольт Питон. Патронов для него взял довольно много, ну, просто не знаю, как пойдет сейчас, я очень давно не играл с ланкастером, и хочу сейчас вместе с вами все это проверить. Нажимаем в бой, вот, надеюсь, что мы сейчас попадем с вами, да, вот. Честно говоря, оружие это мне не очень нравится вообще, в принципе, ну, как вот сам, скажем так, сам принцип игры с ним, да, потому что, ну, в отличие от ТО-122, оно не так хорошо работает на дальней дистанции, то есть не всегда получится ушки империть, да, так, то есть это вот что-то ближе к... Ну, надо, в общем, караулить иногда противников, да, приходится все равно. Надо стараться как-то заходить к ним, ну, так, чтобы они вас не ждали, грубо говоря. Конечно, можно и в лоб упарываться, да, мы обязательно сегодня с вами это попробуем сделать, но... Такая тактика, она, ну, скажем так, не самая эффективная. Ну, блин, долго нас что-то не кидает сегодня, тут вот народ потихоньку прибавляется, но как-то очень уж медленно, надеюсь, что все-таки получится сейчас. Попасть в бой, 6 человек, 9 уже. Ну, глядишь, сейчас, может, что-то и выйдет. Вот очень многие, кстати, бомбит, да, когда с Ланкастером кто-то бегает в игру, потому что ваншоты с него раздаются, ну, элементарно просто вообще. Ну, сейчас сами все увидите, я надеюсь, что я не ударю в грязь лицом, вот, несмотря на то, что я очень давно, как говорю, не играл с ним. Что-то удастся вам показать. Ну, я не боюсь, даже если меня в четверку кинет, я, в принципе, нормально себя буду там чувствовать, поэтому даже не стал отжимать. Рудня, самая неудачная, кстати, карта для Ланкастера, потому что здесь, ну, рулят все-таки пушки дальнего боя, да, как говорится, и... Так, у меня вылетела игра. Замечательно просто. Хорошее начало. Что разрабы не могут? Обещали в патче 0.25 пофиксить этот вылет. По крайней мере, они мне даже так написали, то есть, что вроде как должны. Поэтому будем надеяться, что так и будет. Потому что меня уже раздражает это... Сейчас, конечно, пореже стало вылетать. Да, но все равно. Все. Пять секунд пропарил, но это не так страшно, в принципе. Вот, видите, 30 патронов, да, по два. То есть, ну, можно заряжать в каждой ствол по патрону. Так. Естественно, я все-таки сделаю упор на ящики поначалу, да, по крайней мере. Нужно их принести, как вы понимаете. Так, сейчас немножко поудобнее сяду. Так, там с кипарисов кого-то режут вон. Уже. Ну вот, ваншота не было сейчас. Опять не было ваншота. Попал, опять ваншота не было. Хм, очень странно. Почему-то я не попадаю. Попал его, на самом деле, так выбегать. Так, надо подлечиться. Ну вот, видите, не ваншотит ни хрена. Я, кстати, даже не знаю, почему. То есть, обычно она ваншотила раньше. Ах, ну, надо было переключаться на этот, на пистолет, а что-то забыл про него. Что-то, ребят, перестал ваншотить в ланкасте. Я помню, что раньше он постоянно ваншотил. Вообще, просто постоянно. Сейчас что-то прямо как-то не, ну, печалька. Ваншоты с него не идут. То есть, я попадаю, наношу большой урон, но противник живой остаётся. Как вы уже, ну, вы видели, сколько раз я уже так делал. Ну вот сейчас прошёл ваншот. Обязательно должно быть два патрона. То есть, нужно дозаряжаться, иначе будет очень всё плохо. Вот опять не прошёл, не попал я, но всё-таки это... Нет, с такого расстояния это... Тухлое дело. Твою мать, он сейчас меня убьёт. Попал на бегу в меня. От чёрта. Не успел своей герой. Не, ланкастер чё-то как-то не пошёл вообще. То есть, получается, чтобы убить противника, нужно попасть с него двумя сразу же. То есть, два раза. И после этого дико долгая перезарядка. То есть, права на ошибку вообще нету. Вам нужно попасть обеими патронами. Ну, короче, чё-то как-то он... Я... Может, чё-то не... Может, его нерфили, я не знаю. Но раньше он был гораздо лучше. Я помню, что раньше он вообще ваншотил постоянно. То есть... Ну, очень редко было бы... Не было бы... Были не ваншоты. Я так чувствую себя беспомощным с этой... Видите, опять попал, то есть, но... Попал, но ваншота не было опять. Одно хорошо, что от бидра он лучше стреляет гораздо, чем... ТОС-122. Да что такое, а? Да что такое-то, а? Просто печаль. Я вообще попасть ни в кого не могу. Ну всё, а тут уже меня загандошили. Чё-то, ребята, ланкастер вообще сосёт просто. Просто... Просто говно. Я бы с Тозом тут уже всех бы поимел во все места. То есть, я с Кипарисом, да? Но с этим... С этим Дреном мне очень тяжело. То есть, тем более, говорю, карта-то такая, что тут все бои-то происходят на дальней дистанции. И в упор-то подбежать не получается, как правило. К противнику. Так. Не, далеко. Вообще, жопа просто. Вообще, не попадая. Не. Ланкастер это шлак. Ребят, не играйте с ним. Нахер он не нужен. Сейчас. Унылая пушка, реально очень унылая. Она хуже, чем я... ППШ бы лучше пошёл, реально, чем этот. То есть, ну вы видели, надо два раза попасть в противника, чётко. То есть... И после этого, если вы не попали, то вы в труп, потому что вы не успеете... Ну или надо вторую пушку доставать, да? Или вы в труп. Потому что никто вам не даст перезарядиться, да? Учитывая, что перезарядка, она, ну, дичайше долгая просто. Да какого чёрта? Я ж попал в него, вы видели только что. Да. Ещё и не попадает. То есть, видимо, диспер... Я чуть не посмотрел, но на дисперсе какая-то адская. Но вы видели же чётко. Хотя, может, рассинхрон, не знаю. Всякое бывает. Ну, это уже ужас просто. 8 к 5, это вообще никуда не годится. На третьем уровне. То есть, я легко делал, делал там 10 к 1. С этим оружием очень сложно. Ну, чё вот это такое? Маленький белый крест. Ну, что вот это такое? То есть, я в него в упор засадил, он живой. Не, ребят, всё. Итог. Можно уже... Я даже доигрывать не хочу этот бой. Но я доиграю, конечно, но... Ланкастер просто унылый кусок говна. И подходит только для того, чтобы в упор с него класть. И всё. Я не знаю. Я когда с ним играл, он... Он нормально, то есть, херачил на средней дистанции. Ну, на дальней, конечно, тоже не очень. Но на средней он нормально ложил. Сейчас он вообще, то есть, ну... Никак просто. На дальней, на средней дистанции он просто ничего не может. Там к нам на базу опять идут. Команда тоже ватная очень. Потому что сколько я ужасно играю, да, в этом бою. Опять, ну, вы видели, я попал в него. То есть, это должно... Должен был нормально пройти урон. Э, оружие на первом уровне, оно ещё ничего бы было. Вот, если бы на первом, да, ещё как-то. Но на третьем оно вообще никак не смотрится. Поздно среагировал. На третьем ему нечего делать. А раньше его вообще на шестой кидало. А на шестом, ребята, это вообще, то есть... Ну, сами понимаете, против АКМов, да? Нормально. Там даже с двух пулюх вы можете не убить противника. Ну, правда, тогда дробовики были сильнее. То есть... Ну, понятно, всё, уже на респе нас зажимают. Только вышел сразу пулю в голову. Почему я не взял ТОС? Сейчас можно было бы так понагибать нормально с ним. Ну, что вот это такое-то, а? Почему не пробивается это дерево сраное? Да. В упор просто дал мужиканам. В упор. Ну, вы видели, попадание было крест, да? Живой? Просто... Я не знаю, что с ним сделали, с Ланкастером, но он просто перестал ваншотить. Вообще. То есть, с него, чтобы дать ваншот, говорю, либо должен быть под ранок, либо в голову. Просто унылый кусок говна, а не оружие. Ни в коем случае с ним не играйте. Если попадётся, оставьте для коллекции. Ну, как бы, то есть, чисто так, чтобы было, да? Можете оставить, но играть с ним не нужно. Видите, в упор с двух пульков идёт только. То есть, это, по сути, как вот есть эта вертикалка, ИШ там, да? Попал удачно. Вертикалка вот эта есть у бродяг, ИШ там какой-то. Вот тоже самое, по сути. Понятно, по мне стреляют, но... Я не вижу, кто. Выбегать-то не хочется на Кюмпу, тоже. Нет, то есть, ну всё, это вообще, это просто смех, реально. Ну, вы видели, даже крестов нету. То есть, с такого расстояния он бесполезен. Пятнадцать к одиннадцати, это-то у меня такого счёта не было, я не знаю, наверное, с того момента, как я начал играть в эту игру. Это же ужас просто, тихий. Тем более, на третьем уровне. Ну вот, пожалуйста, попал в упор. Попал в упор в него, нихрена. Мне из револьвера проще убивать, чем из этого ланкастера, реально. Хорошо, что я патронов для него ещё много взял. Не, реально, ужасное просто оружие, друзья, вообще. Просто, просто, ну, жесть, реально. Такого я ещё не видел, блин. Не знаю, чё они с ним делают, кто знает, напишите, потому что я не помню, что вроде его, вроде никто не должен был нервить. Но я помню, что раньше он хорошо ваншотил. Вообще, на такой дистанции бесполезно стрелять. Ну вот, повезло. Так, а откуда он там стрелял-то, а? Ну вот, удал, удаётся, конечно, иногда нанести, да, ну, если обеими патронами попадают, то противник умирает, но... Откуда он стреляет-то, а? Я вообще не понимаю, откуда он стреляет. Друзья, вот кто знает, напишите. Потому что его на крыше не было, его в здании не было. Откуда он там стрелял? Снизу, может быть, там, из рва. Короче, итог. Ланкастер полный, беспросветный кусок говна. Это одно из худших оружий тупо в игре вообще, да. Вы видели, что даже с револьвером мне гораздо проще, да, играть, чем с... Счёт просто тихий ужас, как на третий уровень, да, экипировки. Поэтому ни в коем случае с ним не играть. Если он вам попадётся, пусть будет. Это при том, что, друзья, у меня ещё золотой ланкастер был, да. То есть это не обычный, а золотой. То есть тут, ну, вес, правда, скорость прицеливания, отдача... Ну, бесполезные бафы, кстати, вообще абсолютно для такого оружия. Но, короче, говно. Реально, говно. Не надо с ними играть. Лучше взять ТОС или... По сути, я вот говорю, это то же самое, что вот это вот оружие. Сейчас покажу. Где оно было же тут? Вот. ТОС-34. По сути, то же самое. Да, вы видите, что... Да, у него меньше бронебойность, там всё такое. Но, по большому счёту, оно ничем не отличается. Только это первый уровень, а этот третий. Вот, ладно. В общем, спасибо большое за внимание. Давайте, друзья, всем до скорого. Всем пока.